Ремонт вольера у нас с дедушкой, ремонтируем волчаром. Раздолбили все, опять все запенили, стекловату, рейку уважили. Будем сейчас зашивать вот USB. Потом как все зашьем, обкрутим им будки, чуть обновим или покрасим, не знаю. Но это уже потом, после полов. Полы надо когда сделать нормально. Скорее всего здесь будем разбивать, потом и сверху до стяжки. Вот так вот они. Волчары, вот видите, вон они теперь там сидят сейчас. Вот схлама сколько здесь, все расшатали. Это краска резиновая, фуфло, ребята, никогда не покупайте, не красьте вот эти лохполы. Я сделал, думал, резиновой краской, хотел так, чтобы был вид на бетон. Она вся разрезывает. Получилась такая шляпа. Мои волчатки. Сейчас к вам зайдет. Папка к вам сейчас зайдет. Зайдет, зайдет. Здесь тоже пришлось отремонтировать, зашить как бы. Здесь была вот эта вот проблема. И вот здесь была дырка. Все зашили. Ну и будка тоже уже старая, сломя, они сгрызали все. Возобновили теперь. Теперь будут здесь тусоваться волчата. Да ты красавец, Рагнар, красавец. Смотрите, какой красавец. Вот так вот решили им все зашить, переделать. Такая вот красота получается. Дедушка у нас в качестве плотника стойлера сегодня. Логово, не знаю, наверное, так и оставлю, не буду его ничего. Обшивать он хердвине, дарит? Кого? Если бы еще обшить. А, да. И вот так вот дверью. Вот такая вот движуха будет. Видите, как это все. Здесь сделали двойную стену. Так, здесь приварили забор. В случае чего, если прогрызут, чтобы тот... Аварийный забор был. Аварийный, да, аварийный забор. Потому что в связи со всеми событиями, как они себя ведут, грызут, ломают. Решили вот так вот сделать. Пусть он тут будет чуть-чуть короче, но зато никуда они не денутся. Подстраховались заодно. Вот такие вот дела у нас. Он разрушитель, блядь. Разрушитель, Рагнар. Ломаешь, валерлюшка. Волчара моя, бессовестная. Чего же вы все ломаете-то, а?